Несколько часов назад в Красноярске завершилось очередное заседание суда по вопросу ферросплавного завода. Несколько месяцев обе стороны ждали результатов экспертизы. Наконец, они готовы. Теперь адвокаты московской компании выражают свое несогласие и просят провести повторную экспертизу. А красноярские защитники уверены, Чексу затягивает разбирательство. Несмотря на громкие заявления, что завода ферросплава в Красноярске не будет, судебные разбирательства продолжаются. В зале едва хватило места всем участникам и слушателям процесса. Компанию Чексу представляют двое адвокатов. Обе стороны одновременно получили результаты экспертизы. Этих документов ждали несколько месяцев, но заседание снова перенесли. С выводами экспертизы адвокаты от бизнеса не согласились. Компания Чексу пытается перетащить производство экспертизы в московское учреждение. Чем дольше идет процесс, тем дольше компания Чексу ничего не строит. И сдержки никто не отменял. Рано или поздно вполне вероятно, что они обанкротятся. Потому что процесс идет уже больше двух лет. Адвокаты Чексу сначала попросили, чтобы в зал суда пригласили экспертов. Им отказали. Мол, и так, из заключения все ясно. Тогда защитники предъявили новое ходатайство на нескольких страницах. С обилием технических терминов. Красноярским и мельяновским юристам в прокуратуре ничего не оставалось, кроме как просить суд рассмотрение дела перенести. Почему Чексу до заседания заранее свои претензии не представили, адвокаты объяснили тем, что заключение экспертов к ним поступило два дня назад. Предупредить о замечаниях физически не успели. Нам не важно, будет это московская организация, или же будет это питерская организация, или же будет это новосибирская организация. Нам самое главное, чтобы это были независимые эксперты. Мы уже говорили неоднократно, и когда эта экспертиза назначалась, что данные эксперты не являются независимыми. Экспертиза нужна, чтобы прояснить принципиальный вопрос. Капитальный ремонт или реконструкцию должны проводить Чексу. От этого зависит, правомерно ли то, что администрация Мельяновского района отказывает в выдаче разрешения. Следующее заседание состоится в марте. Евгения Безбородова, Сергей Бондарев, Вести, Красноярск.